7 мая в России празднуется День Радио. В этот день наша съемочная группа отправилась в гости к коллегам по цеху, сотрудникам Радио Либерецкого региона, и узнала про особенности их работы. Говорят, люберцы, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Радио Либерецкого региона. Это приветствие каждый вечер слышат тысячи люберчан, слушатели радиостанции, которые отчитывают свою историю с 1931 года. Популярные в то время выпуски радиогазеты наши жители услышали одними из первых в Подмосковье. А в эпоху рассвета радиовещания Люберецкая редакция была отделом в мощной структуре гостелерадио. Тогда радиоприемник в буквальном смысле был в каждой советской семье. Вместе с ним делали зарядку, выполняли пятилетку и праздновали победу. Но и сегодня рассказали нам в редакции Радио Либерецкого региона. Остаются такие слушатели, которые жить без радио не могут. Они слушают программу радио и говорят о том, что там и рубцуются шрамы, и на душе легче, и боль отступает. Вот она, великая сила музыки в том числе. Есть и поэтические рубрики, а если говорить о тех информационных, то они, конечно же, стабильные. Это актуальные интервью, актуальные репортажи. Сегодня в редакции Радио Либерецкого региона работает только два человека. Хрупким девушкам редактору и ведущей Анастасии Малахевича корреспонденту Дарьи Торбенковой удается создавать ежедневные выпуски новостей, самим выезжать на мероприятия, писать тексты и озвучивать их. Кроме того, на Либерецком радио регулярно выходят рубрики и программы. Отличие радио от всего остального – это то, что только голосом ты можешь передать свое отношение, только текстом ты можешь сказать вообще о том, что произошло, поделиться этим со слушателями, потому что картинки никакой нет, но и она не предполагается. А это центральный радиоузел. Именно сюда приходит сигнал от радиостанции из Останкино, а потом по проводам отправляется дальше и попадает в квартиры слушателей. Несмотря на то, что радио Либерецкого региона остается проводным, здесь идут в ногу со временем. Работает интернет-сайт, а недавно открыли практику видеотрансляций прямых эфиров. В гостях у Либерецких радищиков бывают известные творческие люди и официальные лица. Какие планы на будущее у Либерецкого радио? У меня планы есть всегда. И, к сожалению, не все так быстро удается воплотить. Вот сегодня мы с вами находимся в обновленной студии. В прошлом году мы завершили ремонт как раз-таки в канун юбилей. Приглашать в студию местных жителей и решать их проблемы в эфире. Вместе с административными служащими. Проводить круглые столы. Такое тоже есть в планах у радио Либерецкого региона. Радио – это, безусловно, ответственность, это динамика, это некая публичность и это интересно. Для меня в первую очередь работа на радио, но это, если говорить обо мне лично, то это призвание. И верится, что все задуманное сбудется. Ведь каждый раз, выходя в эфир, эти люди разговаривают со своими слушателями не просто хорошо поставленным голосом, но и своим сердцем. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.